самым интересным вопросом, которые связаны с приемом витаминов и минералов. Эту тему мы разберем сегодня с вами вместе. Меня зовут Ольга Воробьева. Я эксперт категории Wellness Innovature, Реклама Украина и Молдова. И первое, с чего мне бы хотелось начать эту встречу сегодняшнюю, это узнать у вас. Принимаете ли вы на сегодняшний день витамины и минералы? Возможно, это витамины и минералы не компания Реклама, а какие-то другие. Но, тем не менее, принимаете вы их или нет? Если принимаете, напишите в чате «да» или поставьте несколько плюсиков, для того, чтобы мы посмотрели на количество людей, которые уже на сегодняшний день используют добавки в своем рационе. Вижу, что таких у нас много. И почему я задаю этот вопрос? Потому что, в целом, есть такое понятие, как, скажем, осознанное питание. И что относится к осознанному питанию? Это, безусловно, те полезные вещества, те нутриенты, которыми богаты продукты, входящие в наш рацион. И вот этот вот богатый разными нутриентами рацион, он называется сбалансированным рационом. И о каком балансе в данном случае идет речь? Это баланс полезных веществ в противовес балансу калорий. И вот самым идеальным сочетанием является пища, которая богата и содержит в себе много белков, много клетчатки, а значит, витаминов, минералов и, соответственно, при этом не имеет высокую калорийность. Второй момент – это то, что сами по себе нутриенты являются такой базовой составляющей в жизненном цикле человека. И не только человека. Любое живое существо на планете не может, собственно, существовать без нутриентов. Нутриенты, в свою очередь, делятся на две категории. Это макронутриенты, это то, что мы подразумеваем как большие частицы и составляющие, это белки, жиры, углеводы. И это микроэлементы. К микроэлементам как раз относятся витамины, минералы, то, что мы получаем в миллиграммах, микрограммах. И вот сегодня речь пойдет как раз о витаминах и минералах. Почему они так важны и какую функцию они отыгрывают в работе организма? На самом деле все абсолютно клеточки, все функции, все процессы, которые происходят в нашем организме, работа всех наших систем и органов плотно завязана и зависит от наличия витаминов и минералов в нашем организме. Потому что сами по себе витамины и минералы есть катализаторами, то есть провокаторами запуска определенных процессов, положительных процессов в нашем организме. И именно они являются таким механизмом, который позволяет нашему организму жить, существовать. Напишите, пожалуйста, в чате, какие продукты, по вашему мнению, богаты витаминами и минералами. Какие продукты их содержат? Напишите, пожалуйста, в чате, какие вы знаете продукты питания, которые содержат большое количество витаминов и минералов. Вот я вижу, вы пишите фрукты, свекла, овощи. На самом деле это все верно. Большое количество витаминов и минералов содержат фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые продукты. Но мало кто знает, что наибольшее количество витаминов и минералов содержится в субпродуктах. Большинство людей считает, что наибольшая часть витаминов и минералов припадает именно на овощи и фрукты. На самом деле большинство припадает на субпродукты, а именно желудочки, допустим, курицы, это может быть свинина, это может быть говядина, это может быть кролик, но именно желудочки. И остальные субпродукты. Почему именно они? Потому что наш кишечник является центром накопления всех витаминов и минералов. Именно через стенки нашего кишечника они всасываются и, собственно, благодаря другим составляющим, белковым составляющим, доставляются в каждую клеточку нашего организма. И вот тоже такой момент, насколько мы часто кушаем субпродукты, друзья, напишите, пожалуйста, в чате цифру, сколько раз в неделю в вашем рационе присутствуют субпродукты. То есть вот те так называемые суповые наборы, которые зачастую больше покупаются домашним животным, потому что, ну, это являются продукты более дешевые, нежели там кусок мяса, филе там, да. Тем не менее, как с точки зрения пользы, да, они несут тоже очень серьезную вот такую вот, серьезную такую составляющую. И мы видим в чате, что у нас посыпались нолики, ну, максимум единички-двоечки у кого-то, есть два раза в неделю. Это первый момент, да, почему стоит обратить внимание на витамины и минералы. Также существует еще несколько разных таких вот стереотипов, связанных с витаминами и минералами. Часть людей считает, что витамины и минералы им не нужны. И, как правило, это связано больше с тем, насколько человек осведомлен о пользе витаминов и минералов. Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли у вас знакомые, которые считают, что не нужно дополнительно принимать витамины и минералы. Если у вас есть такие, пишите, есть, да, или ставьте плюсик в чате. Среди моих знакомых тоже такие люди есть. И это, как правило, связано в первую очередь с отсутствием таких вот более глубоких знаний в влиянии витаминов и минералов на организм. На самом деле здесь на слайде можно увидеть всего лишь небольшой перечень влияния витаминов и минералов на организм человека. Ну, например, железо. Железо – это в первую очередь элемент, который выводит токсины из нашего организма. Это элемент, который составляет некое такое депо в нашем организме, которое влияет на рост волос, которое влияет на кроветворение функцию, то есть, которое влияет на кислородный обмен, которые поддерживают уровень гемоглобина в нашем организме. Скажите, пожалуйста, кому это не нужно, да, для кого это лишнее или кто мог бы отказаться от этих составляющих. Или возьмем, например, витамин В, который в свою очередь участвует в делении клеток и их качестве. Особенно, что касается, например, эластичности, что убирает сухость на коже. Вот если у вас сухая кожа, если вы замечаете, что руки, например, ноги или в целом кожа тела тянет, или вы ощущаете какую-то дополнительную сухость, это говорит о том, что в организме не хватает витамина В, который, в свою очередь, также еще отвечает за здоровье кожи на поверхностном ее слое. То есть, каждый из витаминов, каждый из минералов несет какую-то свою определенную функцию. Магний, он позволяет сокращаться нашим мышцам, он позволяет предотвратить так называемые судороги в совокупности, например, с кальцием, который также отвечает за мышечное сокращение. И если вы, например, чувствуете, что у вас время от времени, когда вы, например, вытягиваете ноги, или потягиваетесь, вытягиваетесь, или носочки тянете на ногах, и вы чувствуете, что вас хватает судорога, можете попробовать даже сейчас. Если вы, например, сидите или стоите, попробуйте вытянуть одну ножку и потянуть вот так сильно-сильно носочки. Если хватает судорога, то это также признак недостатка кальция и магния в организме. То есть есть какие-то небольшие подсказки, которые наш организм дает нам о том, что чего-то не хватает. Точно так же, как, например, состояние в целом нашей сердечной функции, состояние нашей сердечно-сосудистой системы, нашей нервной системы. Это уже за его стабильность отвечает магний, отвечает селен. Это элементы, которые очень важны в питании мужчин, потому что мужчины считается, что они больше накапливают в себе негативных эмоций, не выпуская их. И, соответственно, это может нести негативное влияние на нервную систему. То есть огромное количество функций, которые влияют на то, как мы с вами себя чувствуем, непосредственно зависят от витаминов и минералов. Напишите, пожалуйста, в чате, возможно, вы знаете какие-то сбои в работе организма при дефиците каких-либо витаминов и минералов. Например, вот такой общеизвестный факт, что при недостатке витамина D у человека развивается рахит. Возможно, вы знаете еще какие-то также связки витаминов и минералов с разными дефицитами организма и на что они влияют. Вот, например, почему связывают также витамин А с качеством зрения. Потому что при серьезном недостатке в дефиците витамина А может развиться вообще в целом, в принципе, слепота у человека. Поэтому вот я вижу, что уже посыпались ваши комментарии. Цинга, вот пишите, связывайте, да, от недостатка каких элементов, если вы знаете, да, какие могут быть нюансы. Ну вот здесь прозвучала цинга. Цинга – это недостаток витамина С, когда расшатываются зубы, когда они плохо держатся в десне. То есть есть целый ряд заболеваний, которые и разных нехороших состояний организма, которые связаны с недостатком витаминов и минералов. Поэтому вот комментарий «мне это не нужно», зачастую он сопряжен, связан с недостатком знаний в этой области. Также еще есть такое понятие, как 90-е годы, когда огромное количество было БАДов, нерезультативных, потому что это, как правило, были пустышки. И была такая вот подорванная репутация в целом биологически активных добавок. Их считали, что вот они ничего не дают, да, потому что не обидели, не замечали за ними пользу. С чем это связано? Это связано, конечно, с качеством продукта и с его составляющими, да, то есть что входит в состав. Поэтому первое, что нужно для себя отметить, это осознанность, да, осознанность в приеме витаминов и минералов при понятии того, на что они влияют. То есть почитав даже самые банальные сводки в том же Google, можно увидеть огромное количество тех процессов, на которые влияют витамины и минералы. Мы с вами перечислили всего лишь несколько из них. Но самое главное, вот такое понятие, это в целом работа всех органов, систем и функций. На мой взгляд, это такое всеохватывающее понимание, которое дает нам такое осознанное отношение к приему витаминов и минералов. Здесь хочу еще отметить, что известный ученый Волтер Виллет, вы можете погуглить это также в интернете, который очень большое количество времени посвятил именно витаминам и минералам и их роли в организме человека. По ряду большого количества исследований подтвердил, что абсолютно каждый человек на планете Земля имеет недостаток тех или иных витаминов и минералов ввиду своего рациона питания. То есть очень сложно достичь такого действительно баланса из продуктов питания, потому что часто что-то ускользает. Второй момент, который касается вот как раз тех сомнений, насколько это действительно не может быть, например, во вред, потому что некоторые люди также еще переживают о приеме витаминов и минералов, думая о том, что витамины и минералы могут чем-то навредить. Здесь есть две составляющие. Первая – это насколько качественное сырье, и тут нужно понимать, насколько продукт натурален, насколько безопасна его составляющая. Такие вещи можно проверить с помощью сертификации. То есть выбирая витамины и минералы, есть два стандарта качества, которые приняты во всем мире и которые обеспечивают как раз натуральность продукта и его качество. Это такие составляющие, это такие сертификаты, как сертификат GMP, это сертификат, который отвечает за качество на всех этапах производства продукта, начиная от упаковки, заканчивая доставкой. Например, продукты категории Wellness доставляются в машинах, которые оборудованы специальным терморежимом, в которых при перевозке поддерживается определенная влажность и определенный температурный режим, для того, чтобы продукт действительно на всех этапах его производства, перевозки, транспортировки оставался качественным. Вторая составляющая – это стандарт ХАСП. Стандарт ХАСП, в свою очередь, отвечает непосредственно за качество самого сырья. Стандарт ХАСП – это аналитика, критический анализ составляющих, который предполагает изъятие разных элементов, входящих в состав продукта, на разных этапах его производства с тестированием на качество. То есть в любой момент, не предупреждая, на любом этапе берется какой-то ингредиент или группа каких-то ингредиентов и проводятся лабораторные анализы. То есть, чтобы обеспечить качество продукта на максимально, возможно, высоком уровне. И это мировые стандарты, которым доверяет, собственно, весь мир, на что важно и обращать внимание и нам с вами, как пользователям. То есть, когда мы выбираем какие-то витамины и минералы, нам важно уточнить, есть ли у них эти стандарты производства. Вторая составляющая – это эффективность. Некоторые люди говорят следующие вещи о том, что, возможно, вам приходилось такое слышать тоже, что, ну, например, я как-то 30 лет или 40 лет жил без витаминов и минералов, почему я должен начать принимать их сейчас? На самом деле наш организм очень грамотно устроен, и в период детства, в период кормления грудью, в период первых годов жизни он очень сильно запасается, вот именно витаминами, минералами, разливая их такие запасы внутри себя. Конечно же, с возрастом эти запасы постепенно исчерпываются, и, ну, по большому счету, наличие или отсутствие витамина в организме, оно определяется как раз вот не тем, когда мы чувствуем, что что-то хорошо, а вот тем, когда мы чувствуем, что что-то плохо, да, вот когда мы чувствуем, что все в порядке, это как раз вот состояние, когда, ну, согласитесь, очень сложно съев, там, допустим, какую-то витаминку, через, там, два часа сказать, что, ой, да, я чувствую, я вижу, там, все поменялось. Почему так происходит? Потому что наш организм для того, чтобы у него прошли метаболические процессы, для того, чтобы у него обновились клетки, для того, чтобы, в принципе, да, подавляющее большинство обмена веществ произошло в нашем организме, ему необходимо 90 дней. То есть за 90 дней обновится порядка 80% клеток в нашем организме. Соответственно, более ранний период очень сложно оценить, повлияли или нет витамины. То есть о влиянии витаминов и минералов можно с человеком поговорить через три месяца приема этого продукта, да. Почему? Потому что организм обновляет 80% клеток своих через 90 дней. И это важно помнить. Ну, давайте с вами смотреть, а насколько же витамины и минералы эффективны, да. Потому что, вернемся к такому комментарию, что я как-то 30-40 лет прожил без них, почему я должен обратить на них внимание сейчас. Здесь есть очень хорошая аналогия со страховкой автомобиля. Очень часто мы такую покупаем страховку, которая называется КАСКО, которая страхует наш автомобиль. По большому счету витамины и минералы – это та же страховка, только страховка нас самих. Сейчас все больше оборотов набирает и популярности страхование жизни, получение разных страховых программ, которые в течение года дают возможность проходить ряд, там, допустим, каких-то анализов, тестов, лечения и так далее. На самом деле потребление в рационе витаминов и минералов – это есть одна из самых лучших страховок на каждый день. Как выбрать витамины и минералы, которые будут действительно эффективны? Важно понимать, что доступ к витаминов и минералам в наш организм должен быть каждый день. То есть это не есть что-то, что ты один раз съел и там забыл на какой-то длительный период времени. Здесь можно провести тоже аналогию со стоматологом. От того, что мы с вами, допустим, один раз в полгода или один раз в год ходим для того, чтобы сделать такую профилактическую проверку, там, например, снять камни или сделать чистку зубов, это не освобождает нас от того, чтобы при этом каждый день все равно утром и вечером чистить зубы. Здесь точно так же. То есть витамины и минералы должны поступать в организм человека ежедневно. Почему? Потому что ежедневно происходит синтез, то есть обмен веществ, строение новых клеток, а новые клетки, в свою очередь, требуют, соответственно, новых витаминов и минералов. И любые процессы, которые происходят в нашем организме, дыхательные процессы, защитные процессы, иммунные процессы, все они требуют наличия витаминов и минералов. Соответственно, здесь тоже можно посмотреть, насколько эффективно это с точки зрения питания. Действительно, возможно ли нам покрыть потребность витаминов и минералов в продуктах питания. Вот, посмотрите, представлено буквально три витамина и три минерала. Например, витамина С в нашем продукте, в комплексе витаминов и минерала, витамина С столько же, как полтора апельсина. Витамина Д столько же, как полпорции филе лосося. Витамина Е, как в шести авокадо. То есть сублимируется необходимая дозировка того или иного витамина. То есть сублимируется, это значит, что получается, вытягивается из определенного сырья. И, соответственно, мы получаем такие дозировки. То есть в продуктах нам нужно было бы потратиться гораздо на большую сумму и, соответственно, съесть гораздо больше продуктов. Что еще есть такое отличительное чертое витаминов и минералов от компании Reflame? Это то, что здесь мы получаем сразу два комплекса. Это комплекс для женщин и комплекс для мужчин, которые отличаются составом. Что именно отличается в данных комплексах? На самом деле нужно отметить, что и женские, и мужские витамины и минералы сделаны до нижней границы нормы. Вот в приеме витаминов и минералов есть нижняя граница нормы, есть верхняя граница нормы. Есть то, что уже считается медицинскими дозировками, которые используются для лечения. В наших продуктах мы не говорим о каком-либо лечении. Мы говорим о нормах, ежедневных нормах, которые дополняют наш рацион питания. Это, кстати, тоже еще один комментарий, который связан с тем, что люди иногда говорят о том, что я не хочу получить передозировку. Так вот, чтобы получить передозировку, например, нашего комплекса витаминов и минералов, нужно стократно превысить дозу водорастворимых и десятикратно дозу жирорастворимых витаминов, которые входят в состав. Соответственно, нужно понимать, что как минимум в 10 раз нужно больше съесть. Ну, например, то есть каждая баночка содержит 60 капсул. То есть для того, чтобы превысить дозировку, нужно в течение дня съесть не одну капсулу. Я сейчас покажу, как выглядит капсула. Вот так выглядит капсула. Вы видите, что у нее такая неоднородная масса, потому что она содержит в себе 12 видов витаминов, 10 видов минералов. И для того, чтобы мы с вами получили чрезмерную дозировку таких капсул, нужно съесть 10. И сделать это не один раз, а сделать это, например, 10 дней подряд. То есть 10 дней подряд кушать по 10 капсул. Тогда мы можем говорить о передозировке. Безусловно, этого делать не нужно, но я это рассказываю для чего? Для того, чтобы мы с вами поняли, насколько на самом деле в данном случае нелепо звучит передозировка. Потому что здесь мы получаем продукт до нижней границы нормы. И мужской, и женский. То есть есть нижняя граница нормы. Витамина А, витамина С, витамина Е, Д, кальция, железо, магния, цинка и так далее. И дальше уже от этой нижней границы нормы идут еще какие-то составляющие. Ну, например, здесь, кстати, очень удобно. Почему? Потому что есть в каждом продукте вот такая стрелочка на этикетке, которая позволяет, задев эту стрелочку, задев этот уголок, раскрыть инструкцию. Вот так это происходит. И здесь в инструкции можно посмотреть каждый витаминный минерал, какой процент от дневной дозировки. Есть витамины и минералы, которые там 80%, 75%, 60%, 50% и так далее, от нижней границы нормы. То есть получить передозировку очень сложно. В чем заключается разница мужских и женских? Вот часто тоже спрашивают, почему, потому что, ну, например, иногда вот у меня, да, ситуация тоже была, что закончились женские мои, но у мужа еще есть капсулы. Соответственно, я спокойно беру мужскую капсулу. Ведь разница по большому счету только в том, что в женских больше железа добавлено, да, то есть в женских у нас будет 100%. Ну, сейчас, честно, на память не помню, но вот, допустим, примерно у женских будет 100% дневной нормы железа, а у мужских будет, например, 75%. Точно так же в мужских у нас больше магния, больше селена. Соответственно, если в женских магния и селена будет там 65-70%, то в мужских будет по 100%. Но в любом случае это все равно будет до нижней границы нормы и мужских, и женских. То есть это первый момент. Есть также такие переживания, что не повлияет ли это как-то на, не знаю, изменение чего-либо в моем организме в сторону там каких-то мужских очертаний. Друзья, нет, конечно, ведь это не гормоны, это витамины и минералы, поэтому с точки зрения таких изменений никакого влияния нет. Давайте более детально рассмотрим также еще момент того, что конкретно входит в состав. Вот здесь на слайде мы можем с вами видеть, что каждая капсула содержит 12 видов витаминов и 10 видов минералов. Витамины, в свою очередь, делятся на водорастворимые и жирорастворимые. АДЕК, да, вот четыре большие буквы. А, Д, Е, К – это жирорастворимые витамины, все остальное – это водорастворимые витамины. Если мы говорим о минералах, то здесь вы видите их 10. Почему именно 12 видов витаминов и 10 видов минералов? Потому что как раз подобраны те витамины и минералы, которые не вырабатываются организмом человека самостоятельно и должны быть получены извне, ежедневно, например, или с продуктами питания, или с помощью добавок. То есть если нет уверенности в том, что вы ежедневно на постоянной основе получаете необходимую дневную дозировку витаминов и минералов, то как раз БАДы – это то, что позволит дополучить это. Ведь БАДы составляют определенные частицы. То есть считается, что с помощью БАДов мы добираем недостающие витамины и минералы. БАДы в нашем случае, конкретно, если мы говорим про комплекс витаминов и минералов от Арифлейн, здесь есть четкое предрасписание Всемирной организации здравоохранения, то есть нормативы, которые предлагают они. А также здесь есть рекомендации с точки зрения Европейского союза и так называемого Европейского агентства о безопасности продуктов. То есть дозировки здесь учтены таким образом, подвязаны под огромное количество исследований и рекомендаций, которые предварительно сделали такой некий срез, сколько витаминов и минералов и каких обычно человек получает из продуктов питания и сколько стоит ему ежедневно добирать из биологически активных добавок. Здесь нужно понять, что витамины и минералы – это как элементы еды. То есть, по сути, если вам можно еду, значит, вам можно витамины и минералы. Но, тем не менее, согласно законодательству Украины, если вы имеете какие-либо заболевания, какие-либо особенности здоровья, то перед приемом чего бы это ни было, не только витаминов и минералов, а вообще, в принципе, чего бы это ни было, всегда рекомендовано проконсультироваться дополнительно с врачом. Сами же по себе витамины и минералы – это как… Вот есть еще тоже такой комментарий, что, например, у меня аллергия на витамины и минералы. На самом деле не существует такого понятия, как аллергия на витамины и минералы. Существует такое понятие, как аллергия на белок, который, допустим, совокупен с усвоением витаминов и минералов. И, как правило, люди об этом знают. То есть они знают, на что они аллергики и понимают, чего в рационе питания быть не должно. Здесь нужно отметить тоже еще такой момент, что, по сути, иметь аллергию на витамины и минералы – это все равно, что иметь аллергию на воздух. Поэтому здесь нужно тоже понимать, на что конкретно у человека. Может быть, на белок рыбы, может быть, на какой-либо другой еще белок. Вот в таком случае, да, нужно уже быть более детальными и смотреть на продукты в ту сторону. Следующий момент и следующая важная составляющая – это действительно, насколько инновационно производство. На сегодняшний день, с учетом ситуации с пандемией, появилось очень много компаний за последние буквально два года, которые предлагают различные панацеи и различное влияние с точки зрения поддержки здоровья витаминами и минералами. И нужно быть нам, как пользователю, очень внимательными. Действительно, выбирать высококачественное производство, смотреть, где произведены продукты. В данном случае мы говорим о том, чтобы все продукты категории Valmes производятся на двух заводах. Это одни из лучших заводов вообще, в принципе, в мире. Это завод Aminolabs и это завод Thomson Cup. Они как раз и имеют сертификацию GMP и сертификацию HAST. Соответственно, вся их продукция и все их сырье также имеют эти стандарты. То есть часто еще возникает такой вопрос, почему на баночке нет штампа сертификата GMP или штампа сертификата HAST. Потому что эти сертификаты даются заводу-производителю, а не продукту. И согласно маркировке на этикетке, они не должны присутствовать. Поэтому вы можете посмотреть, приобретая какой-либо продукт, и точно так же приобретая продукты от компании Reflame, вы можете посмотреть на обратной стороне. Внизу, как правило, указан производитель. В данном случае на витаминах и минералах мы можем видеть, что это завод, который находится в Ирландии. И мы можем видеть, что произведено в Thomson и Copper and LKD. То есть это вот как раз то, что мы говорим. Это Великобритания. И здесь мы точно так же на этой баночке тоже увидим, что это завод Thomson и Copper и производство Великобритании. Соответственно, мы можем сравнить с другими производителями, с другими заводами. Потому что есть одно дело производитель, то есть где производится продукт, завод. А есть другое дело еще, конечно же, сама формула и марка. Мы свои формулы разрабатываем самостоятельно, проверяем их, находим лучшее, что есть в целом в мире и предлагается. Ну вот, как, например, вариант с кальцием, да, то есть лучший вариант кальция, который на сегодняшний день представлен, это компания, которая представляет продукт Аквамин. И именно на основе этого продукта сделан наш кальций. То есть мы как компания берем лучшие формулы, лучшие составляющие и производим их на лучших заводах. Это тоже также обеспечивает качество и инновации, чтобы каждый человек был уверен, что несмотря на то, где он находится, потому что продукты категории Волнас представлены в 47 странах. И, соответственно, нужно понимать, что во все 47 странах едут продукты из одних и тех же заводов, то есть с одинаковым качеством. Еще один элемент, подтверждающий безопасность, который есть у комплекса витамины и минералы от компании Reflame, это, конечно же, стандарты производства. И в данном случае мы используем самые строгие в мире европейские стандарты. Почему они самые строгие? Потому что именно европейские стандарты запрещают использованию более 1300 ингредиентов, которые, по их мнению, вероятно, могут быть неполезны для организма человека. То есть даже вероятность неполезности того, что это может принести какой-то вред, уже сразу подпадает под исключение. К примеру, американские стандарты запрещают всего лишь 20 ингредиентов использования. То есть сравните 1300 и 20. И когда мы на рынке видим какие-то продукты американского происхождения, мы часто можем видеть как раз завышенные дозировки, что часто приводит тоже к своим нюансам. Ведь завышенные дозировки – это нужно понимать, в какой период времени их принимать, при каких моментах с точки зрения здоровья. Поэтому всегда заботимся о качестве и грамотном приеме продукта. То есть нашему организму не нужно… Это знаете, как тоже хорошая аналогия, возможно, вы уже слышали, это как качать пресс. Можно с целью получить кубики на животе, пойти разными путями. То есть только один путь, к сожалению, ни к чему не приведет. Это путь, когда мы, допустим, в один день сделали 100 или 1000 махов для того, чтобы накачать пресс. Да, вы можете там сделать 1000 раз для накачки пресса один день, но потом далее ничего не делая, что мы получим? Мы получим только серьезнейшую крепатуру и никаких кубиков. Но если мы будем каждый день качать пресс по 100 раз в течение, например, трех месяцев, вот тогда это приведет к результату. Здесь точно так же, ну то есть разово или в какой-то короткий период времени принимать высокие дозировки, либо же на постоянной основе, но нужную дозировку, которая действительно является такой основой для поддержания нашего организма. Вот в этом и заключается грамотное, осознанное питание, которое включает в себе биологически активные добавки. Что нужно добавить, что компания Reflame пошла еще дальше и исключила дополнительно к 1300 ингредиентам еще 60, в которых сомневалась. То есть наши продукты действительно исключительно высокого качества и направлены на максимальную безопасность с точки зрения приема нашими клиентами. Поэтому, друзья, ну от себя могу сказать, что я более трех лет потребляю на постоянной основе, каждый день витамины, минералы, омегу, антиоксиданты, коктейль, каждый-каждый день, более трех лет. И это то, что дает мне возможность действительно поддерживать на высоком уровне организм. То есть лучше работает метаболизм, лучше работает обмен веществ, лучше усваивается пища, лучше состояние кожи, более высокий уровень энергии, больше продуктивность в течение дня, лучше можно что-то запоминать. Ну, то есть целый-целый ряд показателей. И, конечно, я довольна тем, что сдавая анализы время от времени, это, кстати, друзья, тоже очень важный такой момент, всегда скринить свое здоровье, один раз в году, как минимум, проходить вот такой общий скрининг здоровья, то есть базовые УЗИ, базовый анализ крови развернутый и так далее. И меня радует тот факт, что я вижу все в норме. То есть это то, что также дает мне подтверждение правильного питания, то есть правильной поддержки организма. И я понимаю, что такой поддержки без витаминов и минералов у меня бы вряд ли получилось, потому что все-таки я не могу даже при знании, при понимании, какие продукты лучше включить в рацион, как их лучше приготовить, как их распределить в течение дня. Даже имея эти знания, все равно очень сложно всего этого придерживаться. То есть тогда нужно только этими жить. Жить тем, что ты ешь, тем, что ты себе готовишь, тем, как ты выбираешь продукты и так далее. То есть это тогда одно главное занятие в течение всей жизни, каждого дня. Это очень сложно. А в меру высокой загруженности, высокого ритма жизни, ну крайне сложно вообще это все поддерживать. Кстати, одни из первых стран, которые в принципе разобрались в пользу витаминов и минералов, это японцы. Вы знаете, что японцы, они как, ну, наверное, для всего мира уже как какие-то инопланетяне с точки зрения своих технологий передовых, с точки зрения своих инноваций и поддержки в том числе здоровья. И здесь нужно понимать, что именно японцы первые, после, кстати, атомного вторжения, когда, ну, просто в почве не было пользы, не было ничего, что могло бы наполнять продукты полезными веществами. И на уровне государства была введена программа о разработке биологически активных добавок, о разработке ферментации продуктов, для того, чтобы хоть как-то усилить рацион полезными веществами. Потому что, когда мы с вами едим какую-то пищу, мы на что обращаем внимание? На вкус, на консистенцию, на запах. Наш же организм, друзья, обращает внимание на то, сколько в этом продукте есть витаминов и минералов. То есть для нашего организма вкусно – это когда есть широкий спектр витаминов и минералов. И наш организм, то есть мы можем насытиться вкусом, наш организм может насытиться исключительно полезными веществами. Какие есть часто задаваемые вопросы в адрес витаминов и минералов? Если у вас есть какие-то, то, пожалуйста, самое время их задать. Часто люди спрашивают о том, можно ли принимать комплекс витамины и минералы в волнах Байори Клейм каждый день. Да, друзья, можно и даже нужно, потому что, как мы уже с вами проговорили, здесь сырье до нижней границы нормы. То есть вы не получите передозировку, вы не получите чрезмерное количество, которое организм не может получить. Даже с учетом того, что у каждого из нас ввиду своего рациона питания свой набор витаминов и минералов, да, и очень сложно угадать, что, например, а я уже и так ем 25% витамина А, поэтому мне, пожалуйста, только вот остаток 75%. Да, может быть, у кого-то там будет чуть-чуть больше какого-то витамина, чуть-чуть меньше какого-то минерала, что не будет тютелька в тютельку соответствовать количеству витаминов и минералов здесь. Но, поверьте, это все равно будет в тысячу раз лучше, чем не получить эти витамины и минералы вообще. О переизбытке, как мы уже с вами говорили, здесь вообще, в принципе, и речи быть не может. То есть если у вас стандартный рацион питания, никаких больше витаминов вы не принимаете, потому что витамины действительно нужно принимать только какие-то одни, здесь не принимается несколько витаминов и минералов, то вы можете быть уверены, что даже если какого-то витамина и минерала будет небольшой, а здесь именно акцент на небольшой переизбыток, то организм выведет его самостоятельно, естественным путем, через пот, через мочу. Соответственно, переживать об этом не нужно. Вот здесь есть вопрос. Якшоны можно йод, а в складе Е? Но тогда нужно, конечно, минераль, тогда мы не рекомендуем. То есть каждый человек, если он знает, что у него есть какие-то запреты на потребление какой-то составляющей, то, соответственно, ему не рекомендовано использовать. Здесь можно тоже уточнить дозировки, потому что, ну, по большому счету, йод, ну, сказать, что он совсем не нужен, в каких-то все-таки дозировках он, наверное, нужен, но просто в очень-очень маленьких. И здесь нужно тоже, возможно, посоветоваться с врачом, показать, у нас на сайте есть перечень состава, то есть какого витамина, сколько конкретно в составе нашего комплекса, и посоветоваться. Потому что здесь не идет речь о лекарственных дозировках. Вот часто, когда не рекомендован, вот как здесь есть комментарий, йод, речь идет именно о лекарственных дозировках. Мы же говорим о дозировках, которые называются профилактические, которые до нижней границы нормы. Безопасно ли принимать комплекс витаминов и минералов в Айри Плейн на протяжении всего года? Друзья, я скажу даже больше, безопасно на протяжении всей жизни. Почему? Потому что это качественная поддержка организма без превышения дозировок. Есть очень интересное интервью с профессором Стигом Стэном, я после нашей встречи обязательно ним поделюсь, где он в том числе рассказывает, что витамины и минералы – это очень классный момент. Если у вас нет большого количества денег, средств, чтобы покупать суперразнообразную пищу, учитывая наличие всех необходимых витаминов и минералов, то как раз вот такие комплексы очень здорово помогают поддерживать рацион, помогают как раз таки, экономя бюджет, включить в рацион все необходимое. Есть еще такой вопрос. Можно ли принимать витамины и минералы во время беременности? Друзья, любые витамины и минералы во время беременности или кормления грудью нужно консультироваться с врачом, потому что во время кормления грудью, например, даже не рекомендовано, вот эту печеньку можно, а вот эту печеньку нельзя. Вот, допустим, апельсин нельзя, а банан можно. То есть даже такие самые базовые простые продукты исключаются из рациона. Поэтому то, что касается витаминов и минералов, конечно, беременность и кормление грудью – это особый период в жизни женщины, когда она обязательно должна учитывать все абсолютно нюансы, не только касательно витаминов и минералов, а вообще, в принципе, касательно всего образа жизни, всех пищевых привычек. И лучше всех их проговорить, конечно же, с лечащим врачом, который порекомендует. Следующий момент. Можно ли давать комплекс мультивитамины и минералы детям? Комплекс мультивитамины и минералы у нас существует отдельно для детей. Он с возраста 3 года. И, соответственно, именно его и стоит давать детям. Соответственно, комплекс мультивитамины и минералы для мужчин и женщин, о котором сегодня идет речь, он рассчитан на взрослых с 18 лет. В каком блоке? На персональной страничке можно посмотреть все материалы обо вас. На персональной страничке, когда вы заходите в верхнем левом углу, есть три черточки. Нажимая на них, у вас открывается перечень разных блоков, которые есть на сайте. Один из этих блоков называется Wellness. Заходя на него, у вас есть отдельно про витамины и минералы, отдельно про коктейли, отдельно про Wellness Pack, отдельно для остальных добавок. Итак, друзья, для того, чтобы подытожить информацию в выборе витаминов и минералов, нужно для себя ответить на ключевые шесть вопросов, которые мы сейчас видим на слайде. Первое. При выборе витаминов и минералов убедитесь в том, что они действительно соответствуют, что это инновационный продукт, что это качественная разработка. В данном случае мы с вами говорим о продуктах и о компании, которая имеет 50-летнюю репутацию, положительную репутацию более чем в 60 странах мира. Натуральность. Натуральность здесь, за натуральность у нас отвечает сертификат ХАС, который и европейские стандарты качества, которые, во-первых, исключают 1300 неполезных ингредиентов, а мы, как компания Reclame, еще 60, и которые гарантируют нам критический анализ оценки качества сырья на всех этапах его производства. За качество здесь у нас отвечает как раз таки сертификат GMP, который отвечает за качество на всех этапах производства, и сюда же сертификат ХАС, по которому тоже только что было сказано. Безопасность. Безопасность продукта здесь мы снова возвращаемся к стандартам европейским, которые максимально гарантируют безопасный продукт, исключая из его состава 1300 ингредиентов. Заводы-производители. Всегда интересуйтесь, где произведен продукт. В нашем случае продукт произведен на двух заводах. Это завод Amino Labs в Германии, и это завод Thompson & Copper в Великобритании. Данные продукты производятся на заводе Thompson & Copper в Великобритании. Эффективность. Эффективность продукта очень легко посмотреть по сырью продукта. То есть первое, мы знаем, что сырье качественное, потому что есть сертификаты качества и стандарты качества. Дальше мы уже смотрим, что в составе. Неэффективный продукт, но сейчас очень большой акцент делается именно на такие многогранные комплексы, чтобы у них было как можно больше витаминов и минералов. В данном случае здесь максимально такой широкий спектр именно тех витаминов и минералов, которые не вырабатываются организмом. Все больше отходят от потребления моновитамины и мономинералов. Что это такое? Это когда в составе один только какой-то витамин или там несколько, два-три. Подавляющее большинство витаминов и минералов в аптеке содержат от трех до пяти разных витаминов и минералов. Это считается мало. Почему? Потому что каждый витамин и минерал нацелены на усвоение друг дружки. Так как, например, мы все знаем, что витамин D не усваивается. Напишите, пожалуйста, в чате, на усвоение чего влияет витамин D, если вы знаете. А я от себя также скажу, что кальций не усваивается без витамина D. Точно так же, как железо не усваивается без магния и так далее, и так далее. То есть все они сопряжены между собой. Вот почему, когда мы получаем такой сборный комплекс, мы получаем синергию витаминов и минералов. Правильные ответы видим в чате, абсолютно верно. Поэтому, друзья, когда у нас есть дополнительное предложение на витамины и минералы, это всегда, конечно же, очень выгодно еще и дополнительно ко всему. И дает возможность познакомить новую аудиторию, которая еще не пробовала витамины и минералы, с нашим продуктом. Я посчитала, сколько это стоит для использования в день. Это 10 гривен в день. На 10 гривен в день очень сложно приобрести все те продукты, которые необходимы нам, чтобы мы получали всю необходимую пользу из продуктов. Вспомните слайд, на котором было указано, что для того, чтобы получить необходимую дозировку витамина Е, нужно 6 авокадо. Посчитайте, сколько стоит одно авокадо. То есть одно авокадо стоит в районе 30 гривен. 6 авокадо – это 180 гривен. А здесь мы получаем в одной капсуле за 10 гривен в день не только витамин Е, но и витамин С, и витамин Д, и, собственно, 12 видов витаминов и 10 видов минералов. Поэтому, друзья, это лучший вариант того, как можно максимально эффективно и с небольшими затратами, качественно, безопасно поддержать свой организм на протяжении всего дня. Подписки на эти продукты нет. Они входят, в свою очередь, в wellness pack, а на него уже есть подписка. Поэтому, друзья, здесь, опять же таки, акцентирую внимание. В данном случае, когда есть скидка, очень рекомендовано дать возможность новой аудитории попробовать этот продукт, оценить этот продукт. Здесь 60 капсул – это на 2 месяца. Действительно, это качественный продукт, потому что, сравнивая с тем, что представлено на сегодняшний день на рынке, так или иначе, остальные конкуренты постоянно в чем-то уступают. Либо в сырье, либо в цене, либо в производстве, либо в стандартах качества и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы действительно можем получить наилучшее соотношение цены и качества продукта. Поэтому, друзья, желаю вам всем быть всецело здоровыми. Используйте витамины и минералы. Это безопасно, это полезно, это действительно экономит нам очень сильно бюджет. Но выбирайте их крайне грамотно. Сегодня мы поговорили о том, что действительно проверено, и я могу каждому из вас порекомендовать. Поэтому, друзья, все остаемся здоровыми и, конечно же, каждый день следим за своим здоровьем, за своим организмом. Всем хорошего дня, спасибо большое, что присоединились. Всем пока-пока.